Дедушка Дарины Однороб подарил внучке талисман удачи – необычные бусы. И теперь девочка всегда берет талисман с собой на все конкурсы и фестивали, чтобы меньше волноваться и успешно выступить на сцене. И в этот раз подарок дедушке сопровождал юную вокалистку в Москве на седьмом международном конкурсе исполнительского искусства «Мьюзик Проспект». Дарина исполняла народную песню «Блины». И она как бы похожа, как будто бы ее можно петь на масленицу. Там же про «Блины» сказано. У меня прошелся для меня хорошо, но немножко тяжело было исполнять. Почему? Ну, я там волновалась. Анна Шишкина на конкурсе исполняла романс «Незабудочка» Алябьева. Как признается вокалистка, романс петь непросто. Пришлось потрудиться, чтобы правильно его исполнить и технически, и эмоционально. Сам романс, они очень, даже по словам, их сложно учить. И они много разных моментов, которые могут сложно даваться. И просто выучить романс – это просто сложно. На мой взгляд, его исполнять сложно, но я считаю, что я справилась. Жюри высоко оценила уровень мастерства Анны Шишкиной и Дариной Однороб и пригласила девочек выступить на галоконцерте, который прошел в музее Скрябина. Анна и Дарина стали лауреатами первой степени. Еще одна звездочка детской школы искусств Ксения Занина достойно представила город на всероссийском вокальном конкурсе фестиваля «Абсолютно» в рамках проекта по развитию культуры и творчества в России «Наследие фест». И на международном конкурсе фестиваля «Энергия звезд» при поддержке Фонда развития детского и юношеского творчества «Орбита талантов». Эти конкурсы дали большой опыт. Жюри говорили свои точки мнения, говорили, что, например, что вот в этом лучшем месте, например, так-то сделать, а в другом по-другому немножко. Вот. И тем самым они тоже помогли как-то ее доработать, чтобы на следующий конкурс, я когда приехала, было более лучше и звучала песня, и доработана была. На конкурсах Ксения выступила с песней «Небо славян». По решению жюри соровчанки присудили высшие награды – звание лауреата первой степени. Ксения Занина в будущем хочет поступить в Гнесинку, поэтому каждая победа приближает ее к заветной цели. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.